Здравствуйте, с вами Фахридин Салахиддинов. Международный валютный фонд представил доклад о экономическом региональном развитии стран Центральной Азии и Кавказа. В нем отражены, конечно же, перспективы развития региона, а также вызовы, с которыми может столкнуться регион в среднесрочной перспективе. Кроме того, МВФ дал информацию о экономическом внешнем и внутреннем росте Узбекистана. Каковы же эти цифры, узнаем у регионального директора МВФ Юхи Кахкунена. Здравствуйте, мистер Кахкунен. Начиная беседу, хотелось бы узнать о докладе МВФ. Какие же возможности и вызовы стоят перед странами Кавказа и Центральной Азии в среднесрочной перспективе? Регион испытывает сдерживающие факторы из-за торговых войн между крупными державами, а также из-за геополитической неопределенности. Но рост в регионе останется стабильным, если страны будут применять правильную экономическую политику. Узбекистан развивается быстрее, чем многие страны, и очень важно для страны продолжать реализацию проводимых реформ. В целом, вызовы для региона – это обеспечение устойчивости экономики на фоне глобальной экономической волатильности. Странам нужно проводить взвешенную фискальную и монетарную политику. Также, чтобы экономика стран региона продолжала расти, нужно продолжать проводить реформы, и, конечно же, Узбекистан активно этим занимается. Узбекистан превзошел ожидания ростом ВВП. Свидетельство тому третий квартал этого года. Многие финансовые институты прогнозируют разные показатели роста ВВП Узбекистана. К примеру, АБР предсказал 5,8% в этом году и 6% в следующем. А каковы прогнозы МВФ? Мы прогнозируем рост ВВП Узбекистана на 5,5% в этом году и 6% в следующем году. Мы счастливы, что рост показателя за три квартала был выше, но этот рост должен быть устойчивым. В этом году мы также видели увеличение числа инвестиций в страну. Важно, чтобы инвестиции предоставлялись по преференциальным ставкам и способствовали устойчивому развитию экономики страны. С начала следующего года Центральный банк Узбекистана переходит к инфляционному таргетированию. На Ваш взгляд, какие аспекты должны быть учтены в этом процессе? Во-первых, это хорошо, что Центральный банк переходит к инфляционному таргетированию. Стабильность цен на рынке – это должна быть главная цель Центробанка. Но успех в этом процессе требует времени, поскольку этого нельзя добиться одним щелчком. Важно, чтобы ЦБ был независим от политики и фискального давления. Далее нужно обеспечить, чтобы финансовые процессы проходили под коммерческими принципами. Таким образом, ставка преференциального заимствования снизится, и ЦБ должен поддерживать другие реформы в экономике страны. Я помню, в конце прошлого года бывший глава миссии МВФ в Узбекистане Альберт Йегер сказал мне, что внешний долг Узбекистана – это не вопрос, поскольку в стране достаточно золотовалютных резервов. Но сейчас мы видим, что внешний долг растет, и, возможно, в среднесрочной перспективе он догонит золотовалютные резервы. Но если мы продолжим в таком же темпе, и если это произойдет, как это повлияет на процесс принятия решений по кредитованию международными финансовыми институтами? Узбекистан начал реформы, когда в стране был очень низкий внешний долг. Но даже сейчас долг страны – одна третья от ВВП. Долг не такой уж и большой по сравнению с другими странами. При этом большинство займов Узбекистана по низкой процентной ставке. Также малая часть – это заимствование с целью выплаты в краткосрочный срок. Это хорошая структура. Но в будущем важно, чтобы средства от последующего взаимствования были использованы продуктивно. И нужно проводить мониторинг, чтобы внешний долг не был слишком высоким. Мы знаем, что Кристин Лагард теперь глава ЕЦБ, и в МВФ новое руководство. Как это отразится на подходе МВФ к Узбекистану? Цель МВФ остается прежней. МВФ продолжит поддерживать Узбекистан. Хочу также отметить, что установление регионального центра технического содействия МВФ в Алма-Аты даже усилит поддержку Центрально-Азиатскому региону, и Узбекистан будет самым крупным бенефициаром этого центра. Страна проводит важные реформы, и мы хотим поддержать вас в этом процессе. МВФ продолжит поддерживать Узбекистан. Вы упомянули о региональном центре технического содействия МВФ. Почему МВФ выбрал Алма-Аты? Ташкент тоже рассматривался как место расположения этого центра? У нас было четыре города-кандидата. Было нелегко сделать выбор. Конечно же, мы могли установить центры в любом из них, поскольку это четыре очень хороших варианта. Но в конце концов было принято решение установить его в Алма-Аты. Однако, как я говорил, важно то, что Узбекистан будет крупнейшим бенефициаром, поскольку в стране есть большая потребность в наших экспертах. МВФ будет приводить в страну своих лучших специалистов, и они будут делиться своим опытом. МВФ говорит, что темпы роста мировой экономики не перестают замедляться. Эта волатильность отражается и на экономике ключевых торговых партнеров Узбекистана. Как этот фактор затронет экономику Узбекистана и в целом экономику Центрально-Азиатского региона? Снижение роста экономики ключевых торговых партнеров Узбекистана, то есть Китая, России, Европы, будут снижать спрос на импорт узбекских товаров. Это также скажется на ценах, экспортируемых Узбекистаном товаров в эти страны. Но если Узбекистан продолжит реформы, продолжит привлекать инвестиции, будет поддерживать правильную денежно-кредитную политику, то страна сможет противостоять этим внешним негативным факторам. Мистер Кахкунан, спасибо, что приняли участие в нашей программе. Спасибо вам. Мистер Кахкунан Мистер Кахкунан